Муниципальный центр управления регионом в Химках. Сюда ежедневно стекаются сотни обращений жителей со всего городского округа. Сегодня в числе острых вопросов благоустройства дворовых территорий, ремонт дорог. Более 30 специалистов принимают, обрабатывают поступившие обращения из разных источников, а также контролируют своевременное и качественное исполнение. У нас очень много баз данных и, соответственно, необходим анализ всех обращений. Центр управления регионом посетили слушатели программы переподготовки управления городской инфраструктурой и развитием территории Московского государственного института международных отношений. Участникам делегации подробно рассказали о системе, которая помогает быстро реагировать и, главное, оперативно решать все обращения. У нас произошел диалог, задали очень интересные вопросы. Больше всего их интересовала наша деятельность, как мы контролируем работу коммунальных служб и служб содержания на квартирных домах. Такие встречи помогают лучше вникнуть в управленческую деятельность. Делятся слушатели. Курс обучения длится два с половиной месяца. Помимо теории проводят и подобные экскурсии. Каждую неделю участники программы посещают организации в разных округах Подмосковья. Слушатели приехали к нам для того, чтобы получить такие знания, которые помогут им стать управленцами на новых территориях. Мы теперь возим на все объекты Московской области, чтобы понять, как реализуется это у нас, какие лучшие практики можно перенять и каким образом применить в них. Слушатели программы переподготовки МГИМО – ветераны боевых действий. Все они из Донецкой Народной Республики. В их числе и Виталий Кошель. До обучения мужчина проходил курсы реабилитации после ранения, которое получил в зоне спецоперации. Пройти переподготовку предложили в фонде защитники Отечества. В Химках произвел впечатление на мужчину Центр управления регионом. Там все есть. Мы, конечно, в сравнении с нами смотрим, как на космос какой-то. То есть здесь, на чем все основано, на обращении граждан. Это вот очень важно. Это очень понравилось. Все это оперативно, динамично. Все это с IT-технологиями, с новинками. Ну, дошли с обращения с одного месяца, с решения проблемы до четырех часов. Это колоссальная работа. Посетили в Химках слушателей и управляющую компанию «Жилищник». Сегодня предприятие обслуживает более 60% многоквартирных домов в округе. Здесь у нас девочки, которые занимаются проведением общих собраний. То есть они вплотную контактируют с нашими жителями, помогают им организовывать эти собрания, объясняют, как это правильно делается. Открытый диалог с жителями – главный принцип управленческой работы в Химках. В этом деле важен каждый вопрос. Все обращения анализируют и отрабатывают в самые оперативные сроки. Для этого в городском округе выстроен целый алгоритм. В качестве инструмента взаимодействия с химчанами используют разные методы. Все начинается с жителя. Только от него нужно отталкиваться. Жители конкретного дома, конкретного двора от него отталкиваются, сформировать программу. Ну и уже будет понятно, что нужно в каждом дворе или доме выполнить. То есть они подскажут. Поэтому здесь это и проведение собраний, и встречи всевозможные. На экскурсии в Химках, признаются участники делегации, они подчеркнули много нового. Но главное, что они отметили для себя – это подход представителей власти, который помогает делать Химке лучше каждый день. Мы даже общались с главой городского округа Дмитрием Владимировичем. Это настоящий хозяйственник, опытный менеджер, который смотрит далеко в будущее. Видя всех этих людей, которые живут для своей страны, хочется быть похожим на них. В конце обучения слушатели программы профессиональной переподготовки получат диплом, благодаря которому смогут стать квалифицированными управленцами. А значит, и реализовать опыт, полученный в Химках и других округах на своих территориях в Донецкой Народной Республике.